Сегодня 27 марта 2019 года. Я нахожусь на прогулке, у меня выходной. Настроение было с утра замечательное, пока я не поднялась на свою любимую гору, где обычно я провожу свои выходные. Но сегодня, поднявшись сюда, у меня очень испортилось настроение. Даже куча подснежников на земле меня совсем не радует. Сейчас покажу. Вот идёт повальная выпилка карагача, вяза мелколиственного, который укрепляет склоны. Вот таким образом сейчас это всё выглядит. В ширину, наверное, метров 30. Вот так, метров 30 выпилено. Выпилен не только вяз, то есть карагач, как мы его привыкли называть. Выпиливается боярка, яблони, шиповник. Вот выпиленные деревья. Склоны укреплять начали в 60-х годах, после наводнения, в 59-м году, когда погибло очень много народу, когда сходили очень крупные сели. Теперь всё это выпиливается. То, что сажалось кем-то когда-то, всё это выпиливается варварским способом. Всё это, конечно, будет потом равняться бульдозерам, тракторам. То есть вот такого количества шафрана Алатаусского мы больше не увидим, потому что всё это погибнет. Буквально на следующий год этого уже не будет. Вот шафрана Алатаусский или подснежник. Он занесён в Красную книгу Казахстана и является редким растением. Ну, то есть, видимо, не такое редкое, чтобы пожертвовать. Когда я это увидела, мне прям плакать захотелось. Потому что я помню, как папа рассказывал, как они сажали это всё. Как их снимали с уроков, и как они делали высадки. И как они высаживали молоденькие деревца, чтобы укреплять склоны. Чтобы больше не было таких селей и паводков, как случилось в 1959 году. Вот как сажали рядами, вот ряд выпилено. Вот ряд выпилено. Интересно, кто за это должен отвечать? Кто даёт разрешение на такую глобальную, тотальную вырубку деревьев? Территория нормально так вырублена, вот. И ещё будут вот это рубить, вот это выпиливать всё будет. То есть тут я не знаю, сколько деревьев они уже положили, и сколько ещё положат. Погубят. Ну, в ширину, наверное, метров 50 точно. Даже не 30 и не 40, если не больше 50. То есть вот граница карагачей, и вот дорога. То есть вот эта вся территория до вот этих карагачей вырублена. А бульдозера они всё равно загонят. Вот яблони лежат. Яблонек нету. И вот этого шафрана его не будет. А это краснокнижное растение. Вот стоит контейнер. Сейчас посмотрим, что там написано. Теперь кто это у нас хозяин тут? Туристический горнолыжный комплекс. Лесное хозяйство из Кельдинского района, Алматинской области. Природопользование без разрешительных документов на территории комплекса запрещено. Управляющая компания, ТО, Тики-Су, Центр. И номера телефонов указаны. Ну, то есть, видимо, не для них закон писан. Это лыжная база Тики-Су. Вот так это теперь выглядит. Спускаюсь вниз. Прямо сердце кровью обливается. Ну, слов нет, в общем. Всё уничтожится. Снимется дёрн. Снимется слой, который закрепляет почву. Ну, и где гарантия того, что почва не двинется. Потому что всё будет разрушено. Вот яблоня. Нормальная, хорошая, спиленная яблоня. Ну, наверное, метров 800 с километр выпилено деревьев. Это вяз широколиственный. Вот так уничтожены растения. Ну, вот ещё территория выпилки. Очень много деревьев. Интересно, вот когда давали разрешение, почему нет границы отпилки? Почему нет вообще территориально отмеченных каких-то границ для выпилки, если уж тут собираются что-то делать? То есть, пилится всё подряд. Пилится. Никаких маркировок на стволах нету. Ничего. Никаких засечек, никаких каких-то опознавательных, что это дерево спилено. Там вот на пеньках что-то же должно быть. Какие-то звёздочки там, палочки. Что это всё спилено. Что всё это официально спилено. Идёт выпилка не только вяза мелколистного и широколиственного, но также идёт выпилка барбариса, шиповника, кустарника, всяких разных. Яблони выпиливаются. Почему никто это не курирует и не смотрит, и не разграничили? Вот выпилили барбарис. То есть кустарник барбарис уничтожен. Вот яблоня спилена. Хорошая, здоровая яблоня. Не больная. То есть она попала под спил. Яблоня сиверса считается прародительницей всех яблонь. Её уничтожили. Вот спилена ирга. Не успевшая вырасти ни во что. Ну, в общем, уничтожается всё. Без всяких маркировок, без ничего. Просто тупо выпиливается. Без всяких границ. С другой стороны вообще обрыв, склон там крутой. Ну, то есть всё делается непонятно как и непонятно для чего. Вот тоже яблоня лежит. Хорошая, здоровая яблоня. Ну, честно, плакать хочется. Кто-то это садила, кто-то это выпиливает.